Привет, мы с вами находимся в районе Люблино, это юго-восток Москвы. И здесь от Краснодарской улицы до пересечения улиц Белореченская и Верхние Поля проходит Цемлянская улица с двухсторонним движением автомобиля транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина улицы составляет около 1 километра. И она является фактически проездом, ну потому что жилые дома находятся лишь по одной, а именно четной стороне этой улицы. Ну а по другой, соответственно, нечетной стороне улицы, находятся строительные полежи, автостоянки, пожарная часть, подстанции скорой помощи, склады, ну и также идет, правда, строительство нового дома, жилого. Поэтому уже, ну возможно, оно уже, кстати, закончилось или заканчивается. Так что скоро такая улица станет уже, ну более-менее в полном смысле этого слова. Ну пока еще она больше так похожа на проезд. Ну и до 1160 года на этой территории находился подмосковный город Люблино, и этой улицы еще не было. Была другая застройка, той застройки не было, которую мы сейчас видим еще. Подмосковный период, когда я здесь был в Подмосковье. Ну и этой улице, были другие улицы, естественно, деревянные дома, другая застройка была. Ну а потом, потихонечку, эта улица стала формироваться в 60-х, в 70-х даже годах, вот так вот, в начале 80-х. И сначала она никак не называлась, просто был обычный безымянный проезд. И вот в 1982 году улица получила нынешнее название по Цемлянскому водохранилищу на реке Дон. Вот, и находящемуся на берегу вот этой вот реки Дон и Цемлянского водохранилища, города Цемлянску, который находится в Ростовской области России. Ну вот там, где город, так сказать, областный центр, город Ростов-на-Дону, вот там. То есть на юге Москвы. Ну почему? Потому что здесь, собственно говоря, вот находится, в принципе, южный сектор, юго-восток, юг, да. И как раз вот неподалеку отсюда идут автомобильные железные дороги как раз в Ростовскую область, в том числе и до города Цемлянск. Улица Жилищинсоциальная, такая окраина в спальном районе. И здесь находятся только одни, в основном, всякие жилые дома и другие социальные объекты. Жилые дома здесь, их, в принципе, довольно много. И все они высотные, от 17 до 22 этажей. И все жилые дома были построены в 1990-е годы. Вот как раз прошла застройка этой улицы. Ну и социальные объекты, соответственно, тоже в 1990-е годы. Ну то есть, как улицу проложили, но какое-то время ночи на плане застроены, может быть, какие-то еще старые дома тут проходились. Ну а потом все снесли и построили уже, соответственно, может, пустыри какие-то были. Но потом строили новые дома и всякие социальные объекты. И с 2016 года здесь идет строительство жилого комплекса «Влюблено» называется. Слитно «Влюблено», которое, по-моему, 17-этажное, будет владение под номером 3. Ну, возможно, его уже построили комплекс. Также здесь на улице находятся два детских сада, полиплиника, пожарная часть, спасанство скорой помощи, офисный центр «Цемлянский» здания подром 2. Вот как раз кольща архитектуры, дизайны и реинжиниринга. Здание подром 7, трехэтажное, бывшее ПТУ, потом технический лицей. Ну, и общежитие строительного кольща находится, здание подром 5, 9-этажное, блочное. Ну, такое типовое советское здание. А также есть диспетчерский продуктовый магазин, здание подром 10. Ну, а также автостоянки, гаражи всякие, да, и автосервисы. Ну, понятно, это, в общем, практически как и везде. Вот такая вот улица, ничего интересного, в принципе, здесь нету. Довольно бедная такая улица, скучная. Обычно такие панельные дома, типовые. Так что, в принципе, ничего интересного здесь не увидим. Ну, а добраться лучше от Петра Люблина на автобусах 242-750 вон. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.